И в продолжении медицинской темы. Сегодня мы поговорим с врачом-неврологом Видновской клинической больницы Написат Тамадаевой. Обсудим профилактику инсульта. Написат Муслимовна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о причинах возникновения инсульта. К причинам возникновения инсульта можно отнести следующее. Это артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, каугулопатия, заболевания сердца, такие как пороки сердца, мерцательная аритмия. Сюда же можно отнести предрасполагающие факторы, такие как курение, злоупотребление алкоголем и, соответственно, избыточный вес. В последнее время все чаще говорят, что инсульт помолодел. Так ли это? И вообще с чем связана такая тенденция? Это, во-первых, то, что они питаются, чем попало, когда придется, соответственно, малоподвижный образ жизни. И, соответственно, еще гаджетозависимость. Кто чаще страдает от инсульта? Мужчины или женщины? И вот с чем, на ваш взгляд, связана такая избирательность? Ну, смотрите, на этот вопрос, наверное, отвечу так. Я читала несколько журналов и статей на эту тему, было немало написано, где выделяют определенную статистику, в которой указано, что женщины, к сожалению, страдают больше, чем мужчины. Возможно, это связано с тем, что женщины уделяют мало внимания именно лечению заболевания или же, допустим, той же профилактики инсульта. Какие симптомы указывают на инсульт у человека? Так, ну тут смотрите, это нарушение речи. Помимо того, что пациент не может говорить с трудом, он еще и может не понимать обращенную к нему речь. Сюда же можно отнести асимметрию лица, сильные головные боли, вплоть до крика, резкое снижение зрения, двоение, или же, допустим, онемение конечностей или слабость. Чаще всего пациенты отмечают такую вот одностороннюю слабость в конечностях. Может быть дезориентация, пациенты часто теряются в пространстве, во времени, резкое снижение памяти, ну и потери сознания. А как действовать окружающим, чтобы помочь человеку? Смотрите, в первую очередь нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, либо обратиться в медицинскую организацию за медицинской помощью. Ни в коем случае нельзя такой вот именно случай оставлять без внимания, но иначе вот это может привести к необратимым последствиям. Что посоветуете как специалист для профилактики инсульта? Ну в первую очередь профилактика, она должна быть направлена на пропаганду здорового образа жизни и информирование населения о факторах риска. Таких, как, допустим, ранее я уже озвучивала. Соответственно, я бы обязательно посоветовала пациентам следить за уровнем холестерина, за сахаром крови, тщательный контроль артериального давления, бороться с лишним весом, вести здоровый образ жизни. Сюда же можно отнести как можно меньше употреблять соль. И избегайте негативных и стрессовых ситуаций. Спасибо большое за информацию. А я напомню, что сегодня мы беседовали с врачом-неврологом Видновской клинической больницей Написат Томадаевой.